Щелковский лицей номер 7 уже второй год становится площадкой для проведения всероссийского изобразительного диктанта. В прошлом году конкурс проводился среди учащихся лицея. В этом участниками стали ребята из различных образовательных учреждений округа, в том числе студенты. Также за школьные парты сели педагоги. Главная тема конкурса в этом году – созидатели и мастера моего края. У нас сейчас зарегистрированы и принимают участие 35 участников. Изобразительный диктант может дать в случае победы дополнительные баллы при профильном поступлении. То есть мероприятие очень интересное, оно вообще международное, проходит на разных площадках. Всероссийский изобразительный диктант является одним из этапов международного благотворительного конкурса «Каждый народ художник». В период 7 ноября по 5 декабря проходит первый этап – региональный. Так ровно в 10.00 в лицее номер 7 начался процесс творчества. Всего же на работу участникам было отведено три часа. Основная тема диктанта была известна заранее, а уже в день проведения конкурса его участникам было предложено три темы. Выбрать необходимо одну и отразить ее в своей работе. Однако художники, люди творческие и в порыве вдохновения, как известно, вполне могут позволить себе выйти за рамки заданий. Так, например, ученик лицея номер 7 Вадим Филатов решил не останавливаться на предложенных трех темах, а отразить в своей работе главную – созидатели и мастера моего края. Юноша участвует в этом конкурсе не первый раз. В прошлом году стал победителем регионального этапа в Щелкове. Решил нарисовать подвиг Чкалова. В данный момент я обучаюсь в художественной школе. Самое интересное, есть несколько направлений. Я больше всего люблю рисовать в графике, поскольку она более четкая, более строгая, нежели чем цветная живопись. Все работы участников будут представлены в электронной галерее конкурса. Победители регионального этапа пройдут во всероссийский и международный, проведение которого запланировано в феврале. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.